На протяжении многих лет археологи в поисках останков наших предков исследовали восточно-африканскую рифтовую долину. Однако в последнее время поиски переместились в северо-западную часть Африки, на территорию современного Марокко, в сотни километрах к западу от Марракеша, где в начале 60-х годов была открыта одна из древнейших палеолитических стоянок человека современного вида Джабель-Ирхут, обнаруженная в одноименной прищере. Хоть открытие было сделано в прошлом веке, по сей день продолжаются раскопки и, главное, производятся передатировки ранее обнаруженных останков более современными методами. Так последнее исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что возраст останков на 100 тысяч лет старше, чем показывали предыдущие датировки и в результате составляет около 300 тысяч лет. Что позволяет считать находки в Джабель-Ирхут самыми древними, по мнению авторов исследования, представителями человека разумного. А территориально находки свидетельствуют о том, что колыбелью человечества не стоит считать только Восточную Африку. Внешний вид черепов, найденных при раскопках, свидетельствует о развитии более современных черт лица ранних людей быстрее, чем развитие задней части черепа, которая оставалась удлиненной, как у архантропов, напоминающих гейдельбергских людей. Поэтому неудивительно, что изначально в 60-х годах считали, что найденные останки принадлежат африканским неандертальцам. Так как изучение останков неандертальцев также свидетельствует о более раннем изменении черт лица, чем затылочной части черепа, о чем свидетельствуют находки в Испании, датированные 400 тыс. лет. А 10 лет назад исследователи датировали останки ирхутцев 160 тыс. лет на основе радиоизотопного анализа зуба, что позволяло считать их останками гейдельбергского человека, общего предка человека разумного и неандертальцев. Но в таком случае останки являлись более молодыми, нежели открытые в других местах останки человека разумного, что было очень нелогичным, так как предки не могут быть моложе потомков. Ведь ранее в Восточной Африке на территории Эфиопии у деревни Херта в 2003 году были найдены остатки человека разумного с датировкой в 160 тыс. лет. Также похожие останки были найдены ранее и южнее в Омакибиш, также в Эфиопии, датированные уже человека 195 тыс. лет и которые до 2017 года считались самыми древними находками представителей нашего вида. Однако генетики примерно датируют разделение наших предков с неандертальцами 500 тыс. лет. Открытие в Джабель-Ирхут стало возможным благодаря французскому антропологу Жан-Жаку Хаблину, который с 1981 года изучал останки в Марокко, а после переезда в Институт эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге получил финансирование на восстановление пещеры в поисках нетронутых слоев осадков, чтобы привязать их к осадкам, в которых ранее были найдены останки гоминидов, для более точной датировки их возраста. В результате работ ученым повезло, и они нашли не только неповрежденные слои, в которых также найдены и остатки орудий труда, но и больше останков наших предков. Командой ученых при раскопках были обнаружены части черепов, зубы, кости конечностей минимум от пяти особей, включая ребенка и подростка. Описывая останки, палеоантропологи Жан-Жак Хаблин и Филипп Ганс отмечают, что у вновь обнаруженного фрагмента черепа, тонкие брови, само же лицо не выпирает наружу, также как и у современных людей, а затылочная его часть удлинена, а зубы довольно большие, как и у более ранних представителей человека, что соответствует внешнему виду ранее обнаруженному полному черепу и подтверждает гипотезу о более раннем развитии лицевых костей, чем затылочной части. В своей работе коллега Жан-Жака Хаблина, археолог Даниэл Рихтер, использовал метод термолюминицентного датирования орудий труда. Метод основан на том, что некоторые материалы, в том числе и кремний, способны постепенно накапливать энергию ионизирующего излучения, а затем при нагреве отдавать ее в виде вспышек света, а после сильного нагрева полностью обнулять количество накопленной энергии, запуская часовой механизм с нуля. В археологии данный метод используется также и для датировки античной керамики. Поэтому на этот раз датировались не сами черепа, а каменные орудия труда, которые при изготовлении подвергались термической обработке, что также и подтверждает использование нашими предками огня. Полученные в результате анализов 14 схожих дат свидетельствуют, что средний возраст ирхутцев составил 314 тысяч лет с погрешностью от 280 до 350 тысяч лет. Также после проведения повторного радиометрического датирования зуба в более современных условиях получилась цифра в 286 тысяч лет с диапазоном погрешности от 254 до 318 тысяч лет. При раскопках археологи обнаружили сотни заостренных каменных осколков при изготовлении орудий труда, что также характерно для Homo sapiens. Однако команда ученых не считает найденных представителей человека разумного нашими непосредственными предками, такими как Homo и Herta. Скорее они предполагают, что эти древние люди были частью большого скрещивающегося населения, которое распространялось по всей Африке, когда Сахара была еще зеленой от 300 тысяч до 330 тысяч лет назад, а эволюция проходила в континентальных масштабах. Данное исследование может позволить переосмыслить датировки ранее найденных останков, как по всей Африке, так и в других местах. Этот способ может значительно изменить интервал между ранними Homo sapiens и Homo naledi, вида людей одного из коленоподсемейства гаменинов, обнаруженных в 2013 году в ЮАР, в пещере «Восходящая звезда», у памятника «Колыбель человечества», около 50 километров к северо-западу от Йоханнесбурга. Российский антрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский прокомментировал эти исследования так. Можно ли назвать ирхутцев и близких к ним людей уже сапиенсами? Авторы статьи, да и радостные журналисты, растрезвонившие о том, что вид Homo sapiens оказался древнее на 100 тысяч лет, не сомневаются в таком определении. А может не стоит стараться явно искусственно удревлять наш вид, включая туда даже тех, кто отличается от нас сильнее неандертальцев? Конечно, проведение рубежей палеонтологических видов в значительной мере дело вкуса, но есть же математика со статистикой, зачем игнорировать собственные результаты? Впрочем, как уже сказано, само же исследование замечательно. Также комментарий оставил и российский биолог-палеонтолог Александр Марков. Значение данного исследования состоит, конечно же, не в том, что человек разумный стал старше на 100 тысяч лет, как поспешили сообщить некоторые журналисты. Оно в том, что мы теперь лучше представляем себе ход эволюции, нашей эволюционной линии, после ее отделения от предков неандертальцев. Например, появились основания полагать, что наше лицо приобрело свое нынешнее строение раньше, чем мозг. Кроме того, стало ясно, что процесс эволюционного становления людей современного типа не был приурочен только к Восточной Африке, а захватывал более обширные пространства Африканского континента. Ну а мы будем и дальше следить за новостями в этой области наук. Благодарим вас за внимание и до новых встреч!